Первым посетителем выставки стал губернатор Александр Ткачев. Вместе с председателем Краевого отделения Союза журналиста Вячеславом Смеюхой они посмотрели на фотопроизведения. На выставке представлены работы как мэтров кубанской фотожурналистики, так и любителей, снимки которых сделаны на обычную мыльницу. В объективы фотокоров попали самые яркие и запоминающиеся события уходящего года. Олимпиада, Формула-1, военный Крым, пресс-конференция президента, портреты. Глава региона с интересом рассматривал работы и отметил, что многие удивляют нестандартным подходом и интересным ракурсом. В этом году на выставке представлено более 300 снимков 70 авторов. Фотографии очень хорошие. Просто я считаю, что каждый раз может взять какую-то фотографию и спокойно опубликовать. И самое главное, что фотографии эти репортерские. Они подсмотрены. Отдельное место на выставке отведено работам непрофессионалов. В этом году появилось новое направление – мобильный репортер. Это фотографии, сделанные кубанцами с помощью сотовых телефонов. Здесь показана разнообразная жизнь края и людей. После знакомства с работами фотохудожников Александр Ткачев встретился с журналистами. За чашкой чая глава региона пообщался с акулами пера, поздравил с праздником и поблагодарил за работу, отметив, что этот год для края был триумфальным. И все самые главные новости жители пятимиллионной Кубани узнавали из газет, теле и радиорепортажей. По большому счету мы все вместе делали историю. Кто-то строил, выписали, рассказывали людям о ярких каких-то событиях, фактах, о людях, о спортсменах, о просто волонтерах. И это на самом деле комплексная такая работа. И мне кажется, мы все потрудились хорошо. И я хочу в пользу случаем еще раз всех поблагодарить. Тем для разговоров было много. Главной, конечно же, стала экономическая ситуация в стране и дальнейшее развитие края. Олимпиада стала мощным толчком для региона и развития туристической отрасли Кубани. Она открыла новые возможности и в Туриндустрии. Также на встрече говорили о кубанской журналистике и поддержке печатных СМИ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.